Тема наша это взаимодействие журналистов и вооруженных сил в зоне отборка. То есть как нужно правильно себя вести журналистом в зоне боевых действий. Я прошу вас, к этой теме не отходить, потому что остальные темы, которые вас интересуют, и вы видите военного комиссара, у вас начинается сразу подряд, то есть быстро задавание провокационного вопроса. На провокационный вопрос ответов не будет сразу, потому что люди военные, они ограничены определенными инструкциями, поэтому там, где не захотят отвечать, они отвечать не будут. Поэтому, пожалуйста, не предъявите в это изучение. Не предъявите. Это диалог. Ребята рассказывают, вы спрашиваете. Хотелось бы напомнить о свободе службы. Да, да, сейчас пока это просто я вас направляю. Я вас направляю, чтобы вы не обижались на меня, когда будут у вас тресекать. А так, конечно, спрашивайте. В свободной юли, в свободной странице. Мы за это боролись. Так. Начинаем, так. Тишина, прошу вас. Значит, прошу. Итак, у нас сегодня Роман Тюбко, начальник службы защиты информации Тарьковского областного комиссариата. Владимир Новиков, помощник военного комиссара Тарьковского областного комиссариата о правовой работе. И Владимир Козак, военный комиссар Тарьковского областного комиссариата. Прошу вас, jackal. Я приветствую вас всех. Я, исполняющий обязанности, уточняю областного военного комиссара Харьковской области Козак Владимир Станиславович. Присутствующих уже представили, поэтому хотелось бы услышать от вас, какие проблемы есть о взаимодействии вас с вооруженными силами в зоне АТО. Хотел бы послушать те вопросы, которые проблемные. Сразу же хотел бы сказать вам, что мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете, военнослужащим, подразделениям, частям, которые находятся в зоне антитеррористической операции. Благодарны волонтерам о том, что они помогают нашим воинам выполнять свой священный долг, это защиту государства. В процессе общения, я думаю, мы с вами определимся с теми вопросами, которые, скажем так, вас беспокоят больше всего, с теми вопросами, которые необходимо решать в процессе нашего общения. И в последующем, ну как бы, прежде чем начать пресс-конференцию, хотелось бы дать слово Цюбке Роману Николаевичу, чтобы он объяснил вам действия законов, которые на данный момент действуют на территории нашего государства, в зоне АТО, которые действуют по ограничениям, что касается охраны государственной тайны, а также военной тайны. И те вопросы, которые в некоторых сюжетах, как бы, демонстрируются на видео, демонстрируются в ютубах, демонстрируются на телеканалах, которые, как бы, помогают другой стороне раскрывать позиции, районы обороны, те части, которые ведут боевые действия, тех военнослужащих, которые выполняют свой долг и, как бы, приносят только помощь противоборствующей стороне. Попрошу, Роман Николаевич, давайте, по своим вопросам. Уважаемые средства массовой информации, хотел бы вас обратить внимание по поводу участи в зоне антитюристичной операции. Когда вы работаете на территории Луганской и Донецкой области, пожалуйста, в ваших видеосюжетах, в ваших фотосъемках, и потом выкладывание этой информации в соцсети, в интернет, на информационную стезю, так бы сказать, хотел бы вас предупредить и уберечь наших воинов по поводу съемок отдельных командиров. То есть, при снятии видеосюжета отдельного командира, пожалуйста, не уточняйте его персональные данные, потому что это может навредить как самому человеку, так и его семье, близким и окружающим. К примеру, вы снимаете отдельного командира какой-то бригады Иванова Ивановича. То есть, у него есть семья, его жена, его дети. Он воюет на территории Луганской и Луганской области. Его семья находится на территории Украины. Вот могут быть провокационные действия по поводу его семьи. Поэтому угрожает здоровью его близким. Это один вопрос. По поводу съемок определенного, как бы сказать, озброения на территории определенной воинской части, на территории Луганской и Донецкой области. Пожалуйста, если делаете снимки, видеоматериалы, то общие планы этого озброения не показывайте так массово. То есть, противник знает это все, но не предоставляйте ему возможность облегчить это все, все знания его. Это второй момент. Также по поводу пользования мобильными телефонами. То есть, было неоднократно показано, что на телевидении, что в интернетах описывается, когда идет скопление сигнала мобильных телефонов. Значит, противник снимает радиосъемка информационная идет. Естественно, человек, который это все владеет, понимает, что где-то под каким-то населенным пунктом скопление мобильных телефонов, там, около 500 сигналов. Естественно, это скопление воинской какого-то подразделения. Это облегчает реальное местонахождение, выявить нашего боевого товарища. Когда идет, еще хотел бы обратить внимание по поводу фотосъемки. Не обращайте внимания, вот, фото-видеосъемка по поводу военнообязанных на фоне каких-то указателей. То есть, там, 300 метров от Донецка, возле Купиваха, возле, там, какого-то населенного пункта. Это, естественно, показывается в интернете, на фото-видео, в интернете, на телевидении. Естественно, сразу можно определить местонахождение наших подразделений, которые принимают, то есть, посреднюю участь в антитеррористических операциях. Это большая просьба, не то, чтобы, может, вам можно запретить это. Это такие рекомендации вам. Роман Николаевич, мы вам благодарны за данную информацию. Я думаю, проще будет, когда будут задавать люди вопросы. А мы будем конкретно отвечать на них, и это будет как бы конкретней, и будет четко будет все понимать, что необходимо делать, как необходимо себя вести, что снимать, что не снимать и так далее. Спасибо за вопрос, я готов на него ответить. Что касается мобилизации. Я не хотел бы комментировать те мероприятия, которые проводятся на данный момент, но вы все должны понимать, что, согласно указу президента, мобилизация идет, она выполняется, и выполняются все мероприятия, что касается мобилизации. То есть, вы же все понимаете, что есть люди, которые призваны, к примеру, в третью волну, во вторую волну мобилизации, в первую волну, которая уже как бы демобилизовывается. То есть есть состав людей, состав военнослужащих, состав подразделений и частей, которые на данный момент выполняют свои задачи в зоне антитеррористической операции, которые выполняют свои задачи помимо зоны антитеррористической операции, потому что вы же понимаете, что воинская часть или подразделение, оно не состоит только с боевых частей и подразделений. Есть подразделения обеспечения, которые выполняют свои задачи в тылу и обеспечивают те подразделения, которые выполняют в антитеррористической операции. То есть на данный момент мы все мероприятия, что касается мобилизации, выполняем. Лучше выполняет это Харьковская область, районы Харькова, Харьковской области. Хуже выполняется в городе Харькове. Но это не значит, что мы остановились. Мы идем, мы выполняем задачи и процесс управляемый. До конца ее осталось еще до 18 июня этой волны. Поэтому мы задачу выполним. Что касается мобилизации, я думаю, тут не должно быть ни у кого сомнений о том, что наши воины не идут выполнять задачу. Да, идут и будут ее выполнять. Это пятая волна, это уточнение нужно. Есть четвертая волна, они вернулись назад, где они находятся, если это пятая волна. Теперь цифры нужны. Спасибо. Значит, смотрите, по поводу цифр я как бы не буду вам освещать их, потому что исходя из этой цифры, потом противник, который это все будет анализировать, он будет понимать, сколько, какая область, чего поставила, сколько они распределились по воинским частям, подразделениям. То есть эта информация численная, она как бы закрыта в том смысле, чтобы не дать информацию ненужным людям. Сейчас идет для информации пятая волна мобилизации. Спасибо, спасибо. Девушка, спасибо. Подожди, я не мешаю даже. Нет, я не мешаю, я модерируюсь. Нет, не так. Вы будете задавать вопросы такие, какие... Я буду задавать слово, пожалуйста. Поесть еще вопрос. Да, у меня по другой теме. Как говорилось, что волонтеры ездят вместе с журналистами на передовой, то есть взаимодействуют и как-то военные помогают, и пусть сопровождают данный передовой. Какие точки, можно, нельзя, потому что бывает такое, что журналисты ездят с волонтерами в аэропорт, да, и вот об этом немножко, и с обеспечением передовых частей. Сколько, если это возможно, так сказать? Большое спасибо за вопрос. Значит, что касается волонтеров, тележурналистов, я вам скажу так, что бесконтрольно никакое движение не происходит. Вы же понимаете, что прежде чем волонтеры будут выдвигаться в ту или иную часть, так же, как и телеканал, они согласовываются эти вопросы с воинскими начальниками. В зависимости от того, какие командиры уполномочены давать разрешение и так дальше. В зоне АТО определены точки, где идет встреча, то есть организовывается взаимодействие, где прибывают волонтеры, где прибывают тележурналисты, и после этой точки как бы выдвигается установленный район или установленное место для обеспечения там или снятия сюжета и так далее. То есть этот вопрос управляемый, просто неуправляемый и выполнять нельзя, потому что каждый день, скажем так, идет изменение в обстановке, каждый день идет перемещение каких-то подразделений, частей. То есть на месте ничего не стоит, чтобы вы понимали. То есть определенные мероприятия выполняются, что касается защиты подразделений и так дальше, введения противника, ну на украинском языке скажу, в оману. То есть как бы на месте ничего не стоит, все находится в определенном движении по решениям командиров. Что касается обеспечения наших подразделений частей, этот процесс налажен, он выполняется, согласно тех норм, довольствия, которые необходимы для военнослужащих, это все происходит. Да, есть определенные трудности, да, возможно где-то кто-то еще не успел там получить там самую новую форму одежды там. Но этот процесс управляемый, как бы он, полностью согласно плана, все части стоят на обеспечении, все части обеспечиваются согласно своих норм, которые определены министром обороны, приказами чайника генерального штаба. То есть Минобороны помогают, да, все это дело? Минобороны не то, что помогает, Минобороны выполняет, потому что одна из функций обеспечения, она включает в себя обеспечение полностью, что касается едой, скажем так, что касается горюче-смазочных материалов, что касается боеприпасов, средств связи и так далее. Заработная плата, говорят, что в частях не выкачивают, да, там заработная плата, действительно ли это так? Есть ли задержки или... Значит, я таких случаев, что касается невыплаты денежного удовольствия, не знаю. Что касается обеспечения военнослужащих, оно выполняется денежным удовольствием, как положено. Задержек никаких быть не может и нет. Спасибо. По теме. Сначала по теме, потом по-серкому. Ваш вопрос. Это Светлана Легаста, это, собственно, переспондент Купкин, флот, национальное государственное место. Я это подчеркиваю, потому что эта информация на все время потом пойдет. Все-таки назовите мне план, какой следующий на блядь уголовной мобилизации для Харьковской области и в процентном отношении до 18-го числа осталось не так много времени. На сколько он выполнен? Хотя бы так. Процентный. То есть это просто не по теме? Я вам скажу так, что касается мобилизации, я вам сейчас этот вопрос не буду отвечать, потому что он не по теме нашей пресс-конференции. Почему мы ездим в зону АТО? Отсюда до тема. Мы не ездим в зону АТО. Все, уважаемые журналисты, у нас вопросы. Значит, я вам скажу... Если вас не интересует... Нет, конечно. Я отвечаю на ваш вопрос. Слушайте меня внимательно. Что касается итогов проведения пятой волны мобилизации, которая закончится 18 июня, мы конкретно устроим пресс-конференцию, и я вам все конкретно доведу. Сколько людей, сколько процентов, какое было задание на нашу область, потому что информация на данный момент еще выполняется. То есть действие выполняется. Я не могу это огласить на всю страну и дать информацию другой. Спасибо. 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 Пожалуйста. Две недели назад в интернете появилось видео, где сотрудники военкомата раздавали повестки именно в автобусе. Вы можете объяснить, насколько это правильно или неправильно могут ли они это делать, именно в автобусах, в данный момент транспорт? То есть объясните вы. Значит, я готов ответить на вас вопрос. Большое спасибо. Значит, я вам объясняю следующим образом, чтобы вы все понимали. Есть законы Украины, которые определяют порядок мобилизации, которые определяют порядок призыва. Есть указ президента, который определяет кому, когда, сколько и так дальше. Все вы это прекрасно знаете, читали и владеете. Поэтому я вам объясняю, что прежде чем мобилизировать кого-то, мы должны его оповестить. То есть оповещение положено не только на военкоматы, но и на директоров, скажем так, предприятий, заводов, больших учебных заведений, малых учебных заведений и так дальше. Это положено на власть, скажем так, на исполнительную власть, на самоуправление. То есть оповещением занимаются все органы управления, как государственные, так и негосударственные, так и военные. И в законах не прописано конкретно, каким путем идет оповещение. Ни один документ не подтверждает того, что нельзя, например, оповещать в транспорте, нельзя оповещать в самолете, вертолете и так дальше. То есть для этого просто все способы хороши. То есть кто может, тот оповещает таким образом, который происходит сейчас. То есть мы можем оповещать и в метро, и в транспорте, и на улице, и при передвижении. Потому что если брать тот момент оповещения, что там по домашнему, скажем так, по домашним адресам, по местам работы, на данный момент он не работает, этот процесс, который был описан еще при Советском Союзе. Понимаете? Люди не открывают свои дома, то есть не открывают квартиры и так дальше. Не пускают, чем нарушают закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Тем, что на работе уклоняются. То есть это все люди, которые не хотят пребывать в военкоматы, не хотят отмобилизоваться. Они просто уклонисты. И все они несут ответственность по административному кодексу, а те, кто прошли медкомиссии и готовы, они получают определенный момент комплект документов, и они уже несут уголовную ответственность. Понимаете? Если мы все с вами, сидящие здесь и также по всей стране, будем все уклоняться, то, извините, каким же образом мы выполним задачу и защитим свою родину? То есть мы ждем того, что придет время людям, которые сейчас выполняют задачу в зоне АТО, придет время, когда они выполнили свою задачу, им нужно же определенный момент отдыха. Отдыха. Правильно? Есть определенный момент. Есть семьи, родственники и так далее. То есть люди, как же, тоже все нежелезные. Правильно? Если мы все начнем сейчас уклоняться от этого вопроса, все будем прятаться, уезжать за границу на отдыхе и так далее, то, извините, мы скоро станем так, что у нас останутся одни женщины, а мужчины все, скажем так, будут прятаться за спины женщины. Так не должно быть, поймите. А если вопрос там кого-то возмущает, извините, о том, что вручают ему в транспорте повестку, так извините, почему тогда, если он гражданин Украины, если он работает на территории Украины, если он получает благо на территории Украины, в конце концов, если он гражданин Украины, почему он не выполняет свой долг перед Родиной, будем говорить так? Почему? Вопрос у меня теперь возникает. Почему? Спасибо. Стоп, стоп, стоп. Держите, минуту. У нас есть тема. Вы задаете просто все время не по теме. Я прошу вас. Тема касается работы журналистов в зоне АТО. Попытайтесь перетянуть отдела праздника на себя. Наташа. У меня вопрос с Владимиром Новиковым. Сейчас очень много вопросов возникает с демобилизованными солдатами. И им зачастую помогают волонтеры-юристы. Вопрос оформления участников АТО. Вопрос недоплаты финансов каких-то. Я понимаю, что это могут быть проблемы именно на местах. Какую вам эту помощь вы оказываете? Как вам обращаться? Где вас искать? Наш адрес известный. Улица Хацарская, 56. И адреса по месту расположения районных военных комиссариатов. И по городу Харькова, и по Харьковской области. Хочу добавить, что в штаты военных комиссариатов введены посады юристов, специалистов, которые на местах будут оказывать юридическую помощь. Что касается помощи, которая сейчас есть. Это, ну, хочу коротко сказать. Наверное, всем известно принятый приказ. Вступил в силу приказ министра обороны номер 200. По которому, согласно которого, лицам уволены из воинской службы, которые проходили и принимали участие в антидирестивической операции, имеют право на восстановление статуса участника поведения действий. Теперь этим вопросом, восстановлением статуса будем заниматься мы. Комиссия от основы инкомата. То есть документ уже не надо будет направлять на Межвидомчу комиссию. Раньше это занимало очень большой, так сказать, объем времени. Для лиц, которые проходят эту воинскую службу, будут в удостоверении участников действий и, соответственно, статус выдаваться по месту прохождения воинской службы через соответствующее командование. Первый вопрос. Второй вопрос. Принято и уже действует постановление Кабинета министров, которое регулирует порядок компенсации средней зарплаты для предприятий. Этот вопрос очень долго, так сказать, был в подвешенном состоянии. За 15-й год, я знаю, так сказать, поддерживаю связь с Департаментом социальной политики, в углу администрации и через районные военкоматы проводятся соответствующие документы, которые будут выплачиваться компенсацией за 15-й год. В 14-й год пока еще вопрос остается открытым. Ну, все зависит от выделения денег в бюджетный средств. И также принято постановление Кабинета министров номер 105, которое предусматривает выплату материальной помощи для лиц, из которого уволены со срочной военной службы. То есть то же самое лицо, который увольняется со срочной службы, он имеет право на получение материальной помощи. Единственное условие во всех этих мероприятиях – это постановка военнослужащего на воинский учет. То есть соответствующие данные, человек становится уволен из воинской службы со срочной, либо призванным по мобилизации становится на воинский учет военкомат, предоставляет соответствующие документы. И уже дальше работа военкомата по передаче этих документов в органы соцзахиста и выплаты этих пособий, которые предусмотрены законом. Что касается статуса участников военных действий, также порядок. Человек уволенный имеет право на установление статуса, обращается в районный военкомат, передает соответствующие документы и буквально согласно приказам Министра обороны областной военкомат, комиссия один раз в месяц принимает решение, ну этот процесс можно и ускорить. То есть по мере накопления документов будут приниматься решения и будет устанавливаться статус участника боевых действий и выдаваться соответствующие удостоверения лицам, которые имеют право. Сколько человек, я вам не скажу, потому что я честно, цифра не владею. Я же вам уже ответил, цифра я не владею. Порядок, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Точнее, вопрос по участникам одного. А есть ли у вас случаи... Участникам боевых действий. Участникам боевых действий, да. Есть ли случай неправомерного получения статуса и как-то контролируете ли вы этот вопрос? Потому что мы знаем, да, ситуацию, когда депутаты получают... Я понял. Смотрите, еще раз говорю. Приказ Министра обороны буквально недели полторы действий. До этого устанавливала Межвидомча комиссия, которая устанавливала статус участника боевых действий. Лично мне случаев, когда установлен неправомерный статус участника боевых действий неизвестен. Если бы эти случаи были, естественно, мы обязаны были, как военное учреждение, вводить соответствующие документы на соответствующие органы. Вы имеете право лишать статуса? Если мы выдавали статус, мы устанавливали статус участника боевых действий, мы имеем право его возбавлять. А есть ли нам по-моему другие случаи, да, когда люди не могут получить, когда документы там где-то в частях теряются, буквально такие случаи? Ну, я скажу, я скажу по опыту установления статуса участника боевых действий, когда до проведения антидетической операции, это лица, которые принимали участие на территории Республики Афганистан, и другие лица, которые принимали участие в боевых действий. Районные военкоматы делали соответствующие запросы в архивы. И крайний случай, это свидетельские показания, которые предусмотрены и приказом, и решение суда, на основании которого будет установиться статус участника боевых действий. То есть способы есть в установлении. Если человек, который проходил воинскую службу по каким-то причинам, не смог получить соответствующие документы, но будут отправляться запросы, есть соответствующие командования, воинские части, которые подчиняются этим командованиям. И это вопрос, который либо через районный военкомат, либо как граждане Украины, человек имеет право обратиться сам в любое учреждение, в любую установку, в любой орган государственной власти, и получить соответствующую информацию. То есть этот вопрос будет индивидуально решаться с каждым человеком отдельно. Прошу. Областная отдела Наскутева. Скажите, пожалуйста, каким чином нужно журналист по форме деться, что я понимаю, где-то документы подают документы, чтобы попасть в зону округа. И что надеется какая-то безопасность обучения там журналистам и волонтерам? Спасибо за вопрос. Роман Николаевич, готовы ответить? Так. Какая процедура в этой форме деться документы? Значит, на сегодняшний день нужно подать документы, чтобы переездить в так называемые блокпосты. С документов это сирокопия паспорта, где именно мета и цель ваша, где вы перебываете. И так же, естественно, назад. Подавать? Весь кому? Подавать? Нет. На сайт Министерства обороны есть соответствующие центры, куда подавать, и порядок необходимых документов. И вам подают. А сайт МИЛГОВ.ЮАЙ? А терминовые деться? До 10 декабря. И это сфере подавать? Нет, нет, нет. Там 4 созданы, так как у нас, 4 сектора. Если вы знаете, то 4 сектора, 4 точки, куди вам нужно подать. И второе вопрос, это по поводу безопасности. Так, действительно, это будет надано. По согласованию с керевницей военной частины, куди вы безусловно будете их отбывать. То есть, это частин, но они будут отбывать в такой журналист? Так, точно. Пожалуйста, вопрос. Уважаемый, Светлана Морильевич, у меня есть вопрос. Первое вопрос, первое вопрос, за темой, а второе вопрос, за темой. Прошли вопрос, чем вы видите, как есть ответственность журналистов, которые получают прав, скажем, с юбоком, подачи информации. Что вы выяснили, что это в Министерском обороны, что есть информация на местах, или какая-то ответственность это? Дево. Безпосредней ответственности перед засобами массовой информации немае. Ни адміністративно, ни криминално. Но, помните, это жизнь и здоровье военнослужащих, что есть наиболее ценное за жизнь. И их родители. А также их родители. Скажем, повторные порушения, скажем, правоозъемки спостерегаются. То есть это провокации, скажем, циялость хоразит за эти журналисты. Скажем, о российских журналисты, украинских журналистов. Таких выпадков немае. Не переживайте. Не, пожалуйста. Какое запитание, что продолжение набора на строковую службу. Вот, нибудь, это до конца червня продолжается призов на строковую службу. И как в Харківской области проводят призов на строковую службу? Значит, призов на действенную строковую службу на даний час продовжується. Значит, згідно указу президента, он продовжен до 30 червня. На даний час мы працюем згідно плану. Плановое завдание Харківская область выполняет полностью. То есть мы забезпечиваем призванными військовослужбовцами на строковую службу згідно плану. И набагато этот процесс легче, чем идет по мобилизации. Что касается уклонистов, уклонистов есть. Есть уклонисты. Поэтому мы с ними работаем согласно закону. А 50%? Ну, процентов, я вам скажу так, 20% есть. Вопрос уточняющий. В чем разница между словосрочной службой и мобилизацией? Значит, разница, что касается мобилизации и что касается призыва. Разница есть, что касается действий закона. Естественно, есть разница по призыву и по мобилизации. Мобилизация, чтобы вы понимали, это военнослужащие, которые стоят на учете в воинском комиссариате, которые прошли уже воинскую службу, либо на нее были не призваны по каким-то причинам. И по мобилизации есть как бы определенный учет, не есть, не есть, а есть, вернее, учет, который определяет кому, по какой военно-учетной специальности, где проходить службу и так дальше. Что касается призыва, это военнослужащие выполняют задачу свою, что касается указа президента. Они обязаны в 7-дневный срок прибыть в военный комиссариат и пройти медицинскую комиссию. После свидетельства будут направлены учебные центры для прохождения воинской службы. В прошлом месяце вручалась повестка руководителю предприятия на совещании в области. Известно ли будет дальнейшая судьба этой повестки? Присвали директора, не призвали. Что дальше произошло? Значит, по повестке мне все известно. Я сам присутствовал, когда вручали эту повестку одному из руководителей предприятия. Значит, на данный момент этот руководитель находится в розыске. Мы ждем, когда он будет найден и доставлен в военкомат для призыва. На данный момент он находится в розыске. Документы соответствующие подания, переданные до районного управления Министерства внутренних дел. Спасибо. Я все-таки попытаюсь вернуться к теме нашего романа. Я прошу уточнить некоторые вещи, потому что, на мой взгляд, мы не совсем поняли. Значит, просьба, точнее просьба, требование ко всем журналистам, пребывающим в зоне боевых действий. Не делать селфи на общем плане и обозначающие место действия. Правильно? Так точно. Место боевых действий. Болонтеры, желающие помощи, приезжают в воинскую часть и говорят, мы сегодня в какой-то бригаде вручаем тушенку. Да? Допустим. Есть ли ограничения на название бригад и частей? Существуют ли какие-то правильные способы обозначения этих бригад? Да, существует обозначение воинских частей. То есть, есть действенное умовное наименование воинских частей. Воинская часть, действенное наименование, это какая-то окремая мотопехотная бригада. То есть, можно определить по назначению бригада, полк, дивизион, количество людей. Соответственно, местонахождение бригады будет до 6 тысяч человек. То есть, противнику сразу будет известно количество наших подразделений. А умовное наименование, это наименование воинская часть, полева почта, В-3001, 10-10. То есть, противнику будет тяжело определить, что это за подразделение. Вы считаете, тяжело? Да. По крайней мере, это не облегчит противнику задачу. Сейчас. Один момент. Ответственность... Стоп, секунду. Ответственность журналисты. Должен ли прийти, куда он должен прийти, чтобы узнать условное возначение этой части? Ну, к примеру, я не знаю, как называется часть, которая уехала из Хайперской области, но хочу сделать о ней репортаж. Что можно сделать? Я думаю, начинать надо всего с керевництва и с коей частины. То есть, контакт с ними, с ними, они знают все свои условные названия, да? И, соответственно, правильные... Вообще, начало съемки, телевидение, начать с командира части, либо его заместителя. Работать с мобильным телефоном лучше оставлять дома, потому что по нему идет наводка сразу. Или есть какие-то еще рекомендации? Рекомендации, если вы забыли его оставить дома, это лучший способ. Вторая рекомендация, это когда вы заезжаете в зону АТО, то при включенном телефоне просто отсоединить батарею. Тогда теряется сигнал телефона. Скажите, вот на вашем опыте, военном опыте, журналистам, которые прибывают в зону боевых действий, есть ли смысл надевать особую экипировку синего цвета, обозначающую прессу, или нет? Потому что есть случаи, что именно по прессе идет огонь. Я думаю, надо быть как все. Почему в армию одевают в одну форму, чтобы не выделяться. Так само и пресса. Если вы едете непосредственно в боевые действия, я думаю, надо быть как все. Спасибо. Ира. Вопросы? Прошелся, давайте перейдем к теме. Кому тут вопросы задавать? Задавать вопросы, если не смогу ответить. К сожалению, не видно специалистов, которым можно задавать вопросы. Вот чем проблема. Вопрос какой? Посмотрите. Еще, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я уже продолжу эту тему за год. Еще была такая информация о том, что есть такой Харьковский молочный комбинат. И вот была информация о том, что на это предприятие не пускают военных комиссаров. И общественные организации хотели этот завод даже дикетировать, чтобы туда не могла заезжать продукцию, а не могла выезжать. Обвиняя их в том, что этот завод заадокируется к организации. Что вы можете потом рассказать? Владимир Анатольевич, дайте ответ. Ну, как бы вопрос не по теме задан. Мы сейчас не рассматриваем вопрос мобилизации. Я уже сказал, как бы, но хотелось бы, чтобы мы когда закончим мобилизацию, пятую очередь, тогда мы будем конкретно говорить о том, что мы выполнили, что не выполнили. Какие были причины невыполнения, то есть какие препятствия были у нас на пути мобилизации, тогда мы конкретно расскажем, про какие предприятия идет речь, про какие охранные агентства и так далее. Хотелось бы вот таким образом, чтобы на данный момент сейчас не провоцировать никого, а выполнять то, что как бы намечено на данный момент. А что касается ответственности, как бы, Владимир Анатольевич, вам доведет сейчас, что касается ответственности руководителей и предприятий за невыполнение закона. Пожалуйста. Я вам коротко напомню, уже говорилось много раз, военные комиссариаты, как подразделение Министерства обороны, вместе с органами державной влады, забеспечивают выконание указа президента про участковую мобилизацию. И, выполняя в рамках своих повноважений, обязаны, в том числе и военные комиссариаты, оповещение военнообязанных. Оповещение военнообязанных здесь нужно шляхом либо особыстного вручения на предприятиях, повестных, либо передачи их военно-учетным столам, либо непосредственно гривны все предприятия. Уголовным кодексом есть статья 114.1, которая предпочитает криминальную предповедальность за перешкочение деятельности СССР. То есть лица, которые предпочитают деятельность любым способом, уже подпадают под действием Уголовного кодекса. Это первый момент. Второй момент. Есть у нас Кодекс Украины про административное правопорушение, которым тоже предбачена и предповедальность, в том числе за ненадоня предповедных документах, еще касается, какие вы тераповаете висковые комиссариаты, стационарно военнообязанных, которые працуют на предприятиях. Поэтому також есть предпочено Кодексом Украины про административное правопорушение, такие моменты, як доставка порушников для складания протоколи про административное порушение. Висковые комиссариаты пользуются всеми, так сказать, законными средствами для достижения своих целей и привлечения до ответственности к ревно-гивным предприятиям. По тем предприятиям, которые не идут, так сказать, на спивпрацию с висковым комиссариатом и не выполняют статью 21 закона про подготовку мобилизации, которая четко определена с приятной идеальной силой висковым комиссариатом, соответствующие документы передаются до органов внутренних дел для их реагирования и также вживаются заходы непосредственно военными комиссарами для привлечения руководителей предприятий до административной ответственности. То, что касается, кого уже привлекли и какое решение суда будет, ну, пока об этом говорить рано, потому что по тем предприятиям и действия, так сказать, эксцессы, сейчас занимаются соответствующие правоохранительные органы. Всем большое еще раз напоминаю, что все вопросы по мобилизации будут заданы вами после окончания мобилизации. На них будут болтаны ответы. Если вы сейчас пытаетесь задать вопрос, что вы добудете информацию, вы ее сейчас не добудете. Она будет только после окончания мобилизации. Да, вы говорите правильно. Не пытаетесь ответить на вопрос, но все вопросы получили ответы. У меня по пропускам, собственно, это для жителей, в основном, мне пристали, я с вами не смогу объяснить конкретно. Как-то упростили или нет? Точно так же нужно, да, вот из группированной территории жителям приезжать на те, по-моему, пять пунктов, и сдавать документы, подавать документы, чтобы ему и в течение 10 дней давать, ну, не дали этот вопрос. Ну, как бы я на данный момент не владею той обстановкой, которая, как бы, есть по контрольным пунктам, так называемым, въезда-выезда. Но процедура есть, группы назначены, и пока что на данный момент, насколько я знаю, все действует, как начиналось все, как бы упростили немножко процесс в том, что нет такого накопления техники, накопления людей по перемещению как с одной стороны, так и в другую сторону. То есть, существуют контрольные пункты въезда-выезда, на которых осуществляют пропуск техники, людей по тем пропускам, которые выписываются. Спасибо. А, у вас, пожалуйста, в зону АТО, тихо-украинские журналисты могут поехать? Чем уже закреплено, если обмажение яснует? Ну, дело в том, что обмажение, конечно, яснует. Есть целые центры, которые определяют принадлежность пресс-служб тому или иному, и как бы определяется допуск их. Это касается, работает в этом направлении и штаб антитеррористической операции, работают штабы секторов в этом вопросе. Есть целые пресс-секретари и пресс-центры, которые, Министерство обороны в этом направлении работает. Плюс определенные службы, которые несут за это ответственность. То есть проверка, естественно, же есть. Естественно, всех, кого попало туда, как бы допуска нет. Все это проверяется, организовывается взаимодействие и определяется, кого, когда, в какое время. Потому что вы же понимаете, что в зоне АТО на месте ничего не стоит. Возможны обстрелы, возможно, изменение обстановки, возможно, какие-то снайпера, какие-то группы где-то работают. То есть так просто, не имея маршрута движения, не зная, в какое подразделение кто-то выдвигается, то есть нельзя обеспечить ни охрану этих людей, ни сохранить им жизнь и не защитить, скажем так, в том направлении, если на том или ином участке будет обостриться обстановка. То есть мы должны знать, кто у нас здесь перемещается, кто выполняет такие задачи с той целью, чтобы корректировать это мероприятие. То есть это касается не нас, как военкомата, это касается как бы руководства в штабе АТО. Спасибо. За погоджением генерального штаба Министерства обороны. Спасибо. Я хотела бы, Ирина Горозилева, Харьковский физический процент по поводу волонтеров. Потому что, скажите, насколько Министерство обороны контролирует передвижение волонтерских миссий? Там просто за последние месяцы очень много пострадавших волонтеров. Не только увечья, а некоторые лишились жизни. Вот насколько увесточен, допустим, правительство волонтеров? Или как контролируется он? Как можно взаимодействовать? Потому что нужды армии, естественно, никуда не ушли. Поэтому как это осуществляется сейчас? Значит, на данный момент, насколько я знаю и уведомлен, издан приказ руководителя антитеррористической операции, который определяет полностью порядок взаимодействия вооруженных сил с волонтерами. Согласно этого закона, вернее, согласно этого приказа, доведены эти все мероприятия до командиров частей подразделений, с которыми работают волонтеры, волонтерские организации, которые, безусловно, помогают очень сильно вооруженным силам выполнять задачу. То есть порядок этот определенный, то есть есть определенные точки взаимодействия, куда кто-то пребывает, происходит взаимодействие, то есть встреча, и выдвижение в те районы мероприятия, то есть контроль однозначно есть. И он идет снизу вверх и сверху вниз как бы по направлениям. То есть если, например, он связывается с воинской частью, волонтеры напрямую, значит, идет доклад на руководителя антитеррористического центра. Если, например, информация есть в антитеррористическом центре, значит, он подается, эта информация, до подразделения, в которые должны или будут пребывать волонтеры. То есть здесь контроль, организация, все это настроено. Есть ли список волонтерских организаций, или, может быть, есть такие случаи, когда выявлены всех волонтеры? Ну, я таких случаев не знаю, но списки, естественно, есть. Все командиры, естественно, знают тех людей, которые непосредственно им помогают. Понимаете? Нельзя забыть тех, которые несут нам помощь, и тех, которые, как бы, помогают вооруженным силам выполнить задачу. Спасибо. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Служба безопасности Украины будет ли... Нет, вы можете сказать, не знаю, что вдруг ужасали. Секундочку. Секундочку. Будет ли Служба безопасности Украины реагировать на репортажи журналистов, где открывается название частей лица военного участника военной жизни? Ну, я вам скажу так, что Служба безопасности Украины находится в моем подчинении, как бы, но я знаю, что Служба безопасности Украины, она выполняет свою функцию, и, естественно, они такие вопросы мимо себя не пропустят. Спасибо. У нас спять минут нужно на вопросы, пожалуйста. Ну, я можно... Тут отхать, поставь, советую. Корпу, как вопрос? Я, мы с вами говорили, когда вы пришли сюда, я все-таки дам рекомендацию, как депутат Горсовета, рекомендация следующая. Я думаю, что пора обратить внимание военком и его команде на Харьковский городской совет. Я несколько раз подавал проект решения о поддержании Верховной Рады в признании России странным агрессором. Первый раз проголосовало за только 19 депутатов из 78 присутствующих. На два моих запросов не были отказы. Я изучил и рекомендую вам изучить список депутатов, очень много молодых, энергичных, которым, я думаю, было бы неплохо устроить экскурсию, чтобы они посмотрели все-таки, с кем и как воюет Украина. Я думаю, это было бы правильно. Это моя к вам просьба, обратите внимание. Спасибо. Еще будут вопросы? Большое вам спасибо. Мы обратим внимание и начнем работу в этом направлении. Три вопроса последних всего, прошу вас. Короткие, если вы увидели, спасибо. Роман Дмитриевсенко, журнал «Аналитики». У меня вопрос к вам. Да. Вы как специалист по защите информации, правильно? Служба защиты информации. Да. Короткие, прошу вас. Ну, раньше тогда надо было добавить слово. Как вы оцениваете информационную защиту города в Харькове? Насколько защищена информация о передвижении воинских частей, о дислокации? Ну, вся та группа информации, которая связана с военнослужащими, постоянно или длительное время пребывающими на территории города. Не надо называть четкие фактажи. Понятно, почему. Ну, ваша оценка. Удовлетворительно, неудовлетворительно? Спасибо. Нужно ли что-то дополнительно делать, вообще усиливать? Хотя бы в общих чертах. Спасибо. Значит, в общих чертах очень низкая степень защиты. Вы про город, да? Город Харьков. Да, город Харьков. Да, очень низкая степень защиты. Почему? Потому что местные жители служили практически 70% в этих воинских частях. Между собой общаются с родителями где-то, с друзьями. Это все рассказывают. Поэтому степень защиты в городе очень низка. А по поводу второй части вопроса. Надо ли что-то делать? Да, естественно. Можно ли, я прошу прощения, добавлю, вот из числа призываемых сейчас людей, там, 4-5 волна, насколько я знаю, в призыв попадают специалисты, компьютерщики, медийщики, люди, которые имеют квалификацию и определенные знания в области защиты информации. Может ли военкомат влиять на ситуацию, чтобы эти люди профильно попадали на службу тех служителей, которые будут заниматься защитной информацией, хотя бы Харьков, Харьковская область, прифронтовая область. Спасибо. Давай. Влиять, естественно, можно. Вы понимаете, по поводу призыва военнообязанных идет все по военно-обликовой специальности. Если есть заказ в Министерство обороны по определенной военно-обликовой специальности, естественно, город Харьков таких призывает, учет ведется, и они призываются. Ну, по обликовой специальности, мы с вами будем говорить, да. У нас было три вопроса, спасибо. Естественно, по защите. Владимир Харьков, 24, правильно. Два вопроса, два небольших уточнения. Первый, это те, допустим, которые уклонялись, пытались там уклониться спрятаться. Они обнаружены, их доставили, но они, к примеру, морально не готовы. Стоп, 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 стоп. Все вопросы по мобилизации будут заданы вами после окончания мобилизации. Спасибо. Уточнение второе по поводу ответственности за уклонение, опять же, на предприятиях, это мы поняли, непосредственно в общественных местах и так далее, где проверяется личность, выдается повестка. Здесь должен сотрудник милиться, поскольку он имеет право проверить, ну, затряпать документы лично. Спасибо, спасибо. Все вопросы по мобилизации будут заданы после окончания мобилизации. Спасибо, спасибо. Вас предупреждаю. Прошу вас. Ваш вопрос на следе будет. Я знаю, что я готовил, как эта страховка положена ему от кого-то, а как с этой ситуацией? Еще раз, чуть-чуть тише. Повторите, пожалуйста, вопрос. Страховка какая-то положена, его техники, или самому, если он снимает занято по превышению единобороны, или как с этой ситуацией? Ну, я вам отвечу на этот вопрос. Вообще, что касается страховки, это как бы общепринято и отдельно для зоны АТО, что касается страховок, не предусмотрено. То есть, в общем порядке. Министерство обороны гарантирует, если вы по требованиям анти-терористического центра там прибывает, надают персональную охорону. Только такая страховка. В виде денежных такого не предусмотрено. Спасибо большое. Благодарю за ответ. Пойди, 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 Пойди. Если ответить, ну просто по поводу ответственности, это очень важно. Мы тоже на войну готовы были, да, чтобы вот, когда такие случаи, да, когда включают повестку и спрашивают за аналитичные, за аналитики, у людей. То есть, люди отказываются. Вот какая им за это ответственность? Предусмотрена ли она вообще? Значит, я отвечу с помощью Владимира Анатольевича на этот вопрос. То есть, он конкретно по буквам закона вам ответит. Согласно какого закона, кто и какая ответственность наступает. Владимир Анатольевич, пожалуйста. Выработана уже практика, и не только практика, но и с областной прокуратурой, и с районными, и с областным управлением внутренних дел. Лица, которые уклоняются от мобилизации, привлекаются, сейчас, я понял, которые привлекаются к уголовной ответственности, если человек угоден к прохождению воинской службы, но он уклоняется от отправки в воинскую часть. Это 336-я статья уголовного кодекса, предусматривая наказание до 5 лет лишения свободы. Та же самая ситуация и для лиц срочной службы. Те, которые уклоняются от отправки в воинскую часть, придатые по состоянию здоровья, и нету права на отсрочку. 335-я статья, то же самое, в уголовной ответственности привлекаются. Те лица, которые не уклоняются от получения повестки, у Кодекса Украины про административную ответственность предусмотрена відповідальность за неприбуття за выклыком. Четко написано конкретно. Неприбуття за выклыком доискового комиссариата. Под словом «выклык» подразумевается как вручение повестки, так и устное информирование гражданина от необходимости прибыть, то есть теми же работниками военкомата, руководителями предприятий, военно-учерственной столовицы. За это предусмотрена административная ответственность. Спасибо. Я беру с вас слово, что после окончания юридизации мы встретимся здесь снова и ответим на себя в разуме. Спасибо. Да. Большое спасибо всем за работу. Очень приятно было с вами познакомиться.